Все снаряды за сутки военные нарушили перемирие почти 80 раз. В результате атак ранение получила одна женщина. Мина попала в жилой дом поселка Октябрьский. Также пострадали двое ополченцев. Ожесточенные бои велись вокруг Донецкого аэропорта и населенных пунктов Веселой и Жибуньки. В Широкине круглосуточно работают сотрудники ОБСЕ. Утром представители миссии проинспектировали места временной дислокации отведенного тяжелого вооружения ДНР. Наблюдатели подтвердили выполнение минских договоренностей ополченцами. Никита Васильев следит за обстановкой в Донбассе. Донецк. Перемирия продолжаются. Эта ночь в Донецке прошла под звуки канонады. Выстрелы орудий раздавались с окраин города в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка. Впрочем, перестрелки, видимо, носили локальный характер. Утром в столице республики сообщили. Ранение в Октябрьском районе Донецка получила одна женщина. Солдаты армии ДНР продолжают разминировать территорию республики. Ликвидировать неразорвавшиеся снаряды. Забирать металлолом, оставшийся после бомбежек. А это зачем нам бомбят? Триль только нашли, да? Вот это кассеты. То, что у нас запрещено везде, в Международной конвенции запрещено применение этих боеприпасов. Это все укладывается вот здесь. Укладывается. Оно раскрывается еще в воздухе. И вот это градус сыпется на голову жителей. Сегодня утром представители миссии ОБСЕ посетили места дислокации отведенной техники ДНР. Наблюдатели тщательно проверили номера, осмотрели состояние орудий. Вопросов не возникло. Минские договоренности выполняются. Впрочем, самая напряженная точка соприкосновения сейчас в поселок Широкино. Там окопались бойцы националистического батальона «Азов». И прекращать перестрелки отказываются. Как обычно происходит обстрел находящихся неподалеку населенных пунктов, стало понятно из видеозаписи, которую опубликовали украинские танкисты. Выезжают из укрытия, производят выстрел по поселку. И скрываются за строением. Обороны Украины заявили, что готовы отвезти значительную часть войск от поселка Широкино. Но для этого им необходимо соблюдение режима прекращения огня. В то же время бойцы батальона «Азов» напротив призывают президента усилить это направление. Сами они сдавать позиции не собираются. Остудить пыл разгоряченных украинских солдат попытаются ОБСЕ. Накануне специалисты мониторинговой миссии заявили, что готовы установить круглосуточное наблюдение в Широкино.